МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда в Самаре состоится мировая премьера балета «Ленинградская симфония». Почему премьера балета стала частью юбилейного международного патриотического проекта «Парад памяти», где увидят новую самарскую постановку после премьеры в запасной столице страны. В нашей студии Сергей Филиппов, генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета. Сергей Васильевич, рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 7 ноября в Самаре планируется мировая премьера балета «Ленинградская симфония». Почему именно в Самаре? Почему именно на нашей сцене это произойдет? Ян, маленькая поправка. Все-таки это не мировая премьера. Дело в том, что балету «Ленинградская симфония» уже немало лет. Вообще впервые он был поставлен Игорем Бельским еще в 1961 году. И тогда он еще был, собственно, сам артистом Кировского театра, ныне Мариинского. Потом этот балет неоднократно ставился на многих сценах Советского Союза. И, в частности, в Куйбышеве постановка «Ленинградской симфонии» была осуществлена им же самим, Игорем Бельским, в 1686 году. Потом долгое время этого спектакля не было в репертуаре нашего театра. Но у нас немало других произведений Дмитрий Ильич Шостаковича ставилось на нашей сцене. Ну, в частности, сейчас у нас в репертуаре опера «Леди Магн» Пценского уезда. И когда мы думали о том, как театр должен отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне, мысль, которая пришла в голову всему нашему художественному руководству, в первую очередь главному балетмейстеру Юрию Петровичу Бурлаке, художественному руководителю Евгению Чехохлову, это было воссоздание балета «Ленинградская симфония» на музыку Дмитрия Дмитрия Шостаковича. Здесь у нас, в Самаре, мы вообще планировали эту премьеру приворочить 9 мая этого года, то есть к празднованию юбилея победы. Ну, по понятным причинам, в мае этого года эта премьера не состоялась, она не могла состояться, и поэтому мы предложили правительству области перенести эту премьеру на 7 ноября, на тот день, когда у нас отмечается очередная годовщина парада памяти, то есть парада на площади Куйбышева 7 ноября 1941 года. Мы предложили эту премьеру как культурную программу мероприятий, посвященных параду памяти. На ваш вопрос, почему в Самаре, ответ, на мой взгляд, простой, понятный. А где, как не в Самаре, должен идти балет на музыку Седьмой симфонии Шостаковича, если, как известно, ее действительно первое исполнение, то есть настоящая мировая премьера, как раз и состоялась в Куйбышеве на сцене Академического театра оперы и балета 5 марта 1642 года. Кстати сказать, в этом году, 5 марта, на нашей сцене оркестр театра оперы и балета исполнял Седьмую симфонию Шостаковича. Это было такое очень серьезное событие. Ровно в то же время, как и в марте 42 года, в том же зале состоялось это исполнение. На нем присутствовали руководители города и области, ветераны, почетные граждане, представители трудовых коллективов, вузов, ну и так далее, и так далее, и так далее. С большим успехом прошло это событие. И мы, так сказать, окрыленные успехом, приступили как раз вот к созданию балета Ленинградской симфонии. Премьера состоится 7 и 8 ноября. Вот вы сами, кстати, употребляете все-таки это слово премьера воссозданного балета, правильно? Премьера всегда. Любой спектакль, который снова появляется в репертуаре, даже если он когда-то ставился, это новый спектакль. Это другой постановщик, это другой художник, другой художник по костюму, другой художник ставит цвет. То есть все-таки это не совсем то же самое. Хореография. Ну да, это не то, что вы взяли видеозапись и сделали один возраст. Конечно, нет, конечно. Это всегда новый спектакль, это новое художественное произведение. Поэтому это, конечно, премьера. Более того, 7 ноября 2020 года у нас, помимо исполнения Ленинградской симфонии, будет целый вечер балетов на музыку Дмитрия Дмитрия Шостаковича. Но дело в том, что сам балет Ленинградской симфонии, он, в общем-то, не очень длинный, примерно 25 минут занимает, потому что это не вся симфония целиком. Это то, что хореограф смог, так сказать, использовать для того, чтобы хореографию создать на эту музыку. И для того, чтобы сделать полноценный вечер, а также отдать дань уважения Дмитрию Дмитрию Шостаковичу, мы включили в программу, во-первых, дивертисмент таких коротких, очень балетных номеров, в разное время ставившихся на музыку Дмитрия Дмитрия Шостаковича. А также у нас будет еще и действительно мировая премьера, потому что в программе будет еще один одноактный балет на музыку первого фортепианного концерта Дмитрия Дмитрия Шостаковича, ставит молодой петербургский хореограф из Мариинского театра Максим Петров. И вот это будет действительно мировая премьера, потому что балета на эту музыку никто никогда не ставил. Ну и, конечно, главным событием вечера все равно будет, безусловно, премьера, пусть не мировая, но все равно премьера, балета Ленинградской симфонии. Сергей Васильевич, так сложилось, что вы начали об этом говорить, что Куйбышев, ныне Самара, запасная столица, в свое время был еще и культурной столицей Союза Советских Социалистических Республик. То есть это было объективно. Здесь работали писатели, композиторы, художники. То есть здесь были, наверное, практически все. Вот я предлагаю сейчас напомнить нашим зрителям, как у нас жил и работал Шостакович. Давайте сделаем небольшую паузу, посмотрим сюжет и затем продолжим нашу беседу. Хорошо. Символ непокоренного народа. Символ жизни. Седьмая симфония Шостаковича. Музыка, которая в годы войны стала могучим оружием против врага. Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. Сейчас я сыграю отрывок из первой части седьмой симфонии. Писать седьмую симфонию Дмитрий Шостакович начал в блокадном Ленинграде. Работал днем и ночью. Партитуру брал с собой даже во время дежурств в составе пожарной дружины на крыше консерватории. В 41-м были готовы две части. Завершал симфонию композитор уже в эвакуации, в Куйбышеве, городе, ставшем в годы Великой Отечественной войны запасной столицей страны. Именно здесь построили секретный бункер для Сталина и провели военный парад в 41-м. Сюда вывезли крупнейшие оборонные заводы, дипломатический корпус и учреждения культуры. Даже в тяжелое военное время Куйбышев оставался городом, в котором музы не молчали. В Куйбышеве Дмитрий Шостакович активно продолжал работать и возглавил отделение Союза композиторов. Память о Шостаковиче в Самаре хранят до сих пор. В сквере рядом с театром оперы и балета установлен памятник Дмитрию Дмитриевичу, автор бронзовой скульптуры Зураб Церетели. В самом театре хранится работа скульптора Ильи Слонима. Дмитрий Дмитриевич запечатлен в возрасте 35 лет, как раз в то время, когда он находился в эвакуации. Это подарок Самаре от вдовы композитора Ирины Антоновны Шостакович. Сергей Васильевич, и так вот, Ваша оценка как профессионала. На Ваш взгляд, а что сделал Шостакович для Самарской губернии, для культуры Самарской губернии? Вот Самарская, Куйбышев до Шостаковича и после Шостаковича, насколько это были с точки зрения культуры разные уже города и регионы? Вообще, можно даже сказать шире. Куйбышев до октября 41-го года и Куйбышев после 43-го года, это, безусловно, два разных по уровню культуры города. Но в октябре 41-го года сюда приехал не только Большой театр, в одном эшелоне ехали выдающиеся люди. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Арам Хачатурян, Эмиль Гилльс, Давид Ойстрах, ну и еще многие-многие другие. Здесь у нас в городе в это же время жил Алексей Николаевич Толстой, наш земляк, как известно. Да, да, да. Здесь были артисты Большого театра. И, конечно же, сам Дмитрий Дмитриевич Шостакович, наверное, эпитетов много, но, скажем так, один из величайших композиторов 20-го века, и, безусловно, один из ведущих советских композиторов и того времени, да, ну, собственно, и на все времена, если бы теперь уже можно говорить, это человек, который не мог просто жить и ничего не делать. Ну, в принципе, да. Вот в октябре 41-го года он прибыл в Куйбышев. Уже в декабре того же года здесь появился союз композиторов. Которого не было. Вообще, Самарское отделение союза композиторов, в общем-то, появилось раньше, чем Всероссийский союз композиторов, который сегодня существует. И наше отделение ведет свою историю как раз от того союза, который создал здесь лично Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Дмитрий Дмитриевич вел здесь большую работу с оркестром Большого театра. Писал массу произведений. Ну, Седьмая симфония, мы о ней еще, наверное, поговорим. И, безусловно, величайшее событие музыкальной жизни всей Второй мировой войны. Это признано везде, во всем мире, что это было главное музыкальное событие Второй мировой войны. Здесь же он написал массу других произведений, ну, в частности, оперу «Игроки» по мотивам Николая Васильевича Гоголя. Здесь же он приступил к созданию Восьмой симфонии, тоже одного из своих величайших произведений. Он проводил здесь творческие вечера, он проводил здесь лекции, писал публицистические материалы. То есть, по сути дела, вокруг Шостаковича формировалась культурная среда. Он и те замечательные музыканты, артисты, художники, которые приехали сюда, в Куйбышев, практически создали совершенно иной уровень культуры в городе. Ведь с тех пор Куйбышев, ныне Самара, по сути дела, в культурном плане перестал быть провинцией. По большому счету, да, это не столица, но это и далеко не провинция. И все это признают, в том числе и наши гости из Москвы и Санкт-Петербурга, которые к нам приезжают с постановками, приезжают к нам на спектакли. Об этом же всегда говорит Валерий Абисович Гергиев, который ежегодно у нас бывает в Самаре. Он говорит о том, что это, в общем-то, вполне, так скажем, непровинциальный уровень. Так вот, он непровинциальным стал именно тогда, в 41-42 году, когда наша публика имела возможность вживую видеть выдающихся артистов. Ну, на сцене нашего театра выступали Козловский, Лепешинский, Мисс СРР. Там 14 постановок осуществил Большой театр за время своего пребывания в Куйбышеве. Вот в том числе и была исполнена Седьмая симфония Дмитрия Дмитрия Шостаковича. Понятное дело, что это не могло не оставить свой след в жизни города, потому что даже когда эти замечательные коллективы, музыканты покинули Куйбышев и вернулись к тебе в Москву и в Ленинград, собственно, вот запросы самарской аудитории, они уже были сформированы. Ну, и здесь очень долго работал Кабалевский, да, и здесь очень много было после этого великолепных музыкантов, которые приезжали и здесь осуществляли свои постановки. Ну, наверное, одна из самых известных уже вот в новое время, да, это работа Ростроповича, постановка на сцене театра оперы и балета оперы Саванимского ведения Анны Грозного. Это тоже мировая премьера была, да, ну, то есть вот это все последствия, на самом деле, последствия того, что город Куйбышев стал поистине запасной столицей не только на время Великой Отечественной, да, тех тяжелых месяцев, когда немцы стояли под Москвой, но, собственно, это сформировало Куйбышев и Самару, ну, если не как столицу, но как один из крупнейших индустриальных, научно-технических и культурных центров России. И это надо, собственно говоря, ценить, понимать и помнить. Самое главное, этого не потерять. И этого не потерять. К счастью, у Самары есть большое стремление сохранять этот уровень, ну, в частности, и в память Дмитрия Дмитрия Шостаковича очень немало делается в Самаре для того, чтобы напоминать жителям города, что этот величайший композитор 20 века жил, творил и работал здесь. Ну, у нас с вами первая в мире улица, названная именем Дмитрия Дмитрия Шостаковича, у нас великолепный памятник стоит в сквере рядом с нашим театром. Я думаю, что еще что-то может появиться. И у нас есть театр. Самое главное, можно играть, можно ставить. На сцене которого его произведения живут до сих пор и будут жить дальше, безусловно. Важнейший вопрос, ведь создание такой постановки очень сложная задача, очень многоплановая задача. Я вот даже сейчас не берусь представить, какие проблемы необходимо решать. вот в ходе этой работы. Кто в ней участвовал, в этой работе? Кто помогал? Потому что это большие затраты и технические, и технологические, и материальные, и интеллектуальные. Ну, безусловно, основная, так сказать, тяжесть, если это можно сказать, работа легла на театр опера и балета. Постановка делается в рамках нашего государственного задания. И несмотря на вот сложный сегодняшний период нашей коронавирусной пандемии, работа над балетом продолжалась, ну, почти без остановки, ну, может быть, за исключением там пары месяцев, когда, ну, вообще было запрещено, да, в театре вести какую-то постановочную, репетиционную деятельность. Но как только наши артисты, музыканты вышли из карантина, это произошло в июле, собственно, работа над Ленинградской симфонией и другими балетами, выходящими в программу вечера Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, она ввелась постоянно. Безусловно, одна из главных заслуг, что вообще эта история состоялась, это инициатива, еще раз скажу, нашего главного балетминистра Юрия Петровича Бурваки, благодаря которому, надо честно это признать, балет Самарского театра оперы и балета сегодня находится уже на совершенно ином уровне, чем это было, в общем, еще относительно не так давно. Сегодня все, кто к нам приезжает, признают, что это, в общем, вполне столичный уровень балета. Так вот, понимая, что хореографически мы в состоянии эту работу выполнить, театр и приступил к этой задаче. Спектакль ставит приглашенный балетмейстер, опять же, из Миринского театра, Вячеслав Хомяков, он восстанавливает хореографию Игоря Бельского. Художник спектакля Андрей Войтенко делает оформление спектакля по историческим эскизам Михаила Гордона. Собственно, он, Михаил Гордон, автор художественного оформления спектакля 61-го года, ну, то есть, той самой мировой премьеры. Татьяна Ногинова, художник по костюмам, тоже наш приглашенный и давний наш партнер, она делает также эскизы костюмов, также по, так сказать, по архивным материалам, по работам Михаила Гордона. То есть, это действительно такое, в общем-то, восстановление во многом. И художник по свету Александр Наумов. Работа ведется, ну, уже сегодня она, в общем-то, в завершающей фазе. Фактически, сам балет готов. Завершаются там небольшие последние работы, связанные с декорациями костюмами, как появилась идея с 7 ноября. Театр предложил оргкомитету, проводящему мероприятие, посвященное параду памяти, вот эту премьеру в качестве культурной программы. В качестве части проекта? В части проекта, посвященного, в принципе, параду памяти. На заседании оргкомитета я представил наш проект. Наше предложение было с удовольствием оргкомитетом принято, утверждено, как культурная часть программы парада памяти этого года. И именно поэтому, во многом, именно поэтому 7 ноября этот проект состоится, ну, что называется, при любых условиях. Мы очень благодарны нашим коллегам из правительства области, из Всероссийского военно-исторического общества, естественно, Александр Борисович Фетисов, как человек, который много лет возглавляет Творкомитет парада памяти, за то, что такую возможность нам дали. Собственно, если бы не вот история, связанная с юбилеем победы, да, и с годовщиной парада памяти, может быть, в этом году Ленинградская симфония бы в программе нашего театра и не появилась. Даже так? Даже так. Сергей Васильевич, вот 7 ноября будут зрители на этой премьере? То есть на сегодняшний день? Вот в связи со всей ситуацией, в которой мы, к сожалению, оказались, будут ли 7 ноября? И в дальнейшем насколько будет возможность прийти, посмотреть, послушать? Ну, во-первых, вы знаете, что 7 ноября традиционно, да, в рамках парада памяти обязательно у нас в театре опера и балета проходит большой такой творческий концертный вечер. Часто в нем принимают артисты, принимают участие артисты Большого театра. Ну, это по преемственности, поскольку Большой театр у нас был. Большой театр еще в 41-м году, да? Да, да, да. В один из годов такой сводный оркестр Саварской филармонии театра оперы и балета исполнял как раз 7-ю симфонию Шостаковича на сцене нашего театра. В это время в театр приглашаются, во-первых, участники парада памяти из Самары и других городов, принимающих участие в параде, бывают представители дипломатических миссий, посольств. И это тоже традиция, ведущаяся с 7 ноября 41-го года. Тогда-то здесь были все посольства. Конечно, здесь все посольства были здесь. И они наслаждались большим театром. Мы же понимаем, что парад с 7 ноября 41-го года это была не только военная, но еще и политическая операция, которая во многом предотвратила вступление в войну возможных потенциальных союзников гитлеровской коалиции дополнительно. Ну, известно, что и Япония, и Турция, по сути дела, после этого, оценив еще существующие возможности Красной Армии, приняли решение не вступать в войну. Решили подождать, скажем так. Подождать. Что, конечно, помогло Советскому Союзу. Было бы гораздо тяжелее воевать там на 2 или 3 фронта, не дай бог. Соответственно, вот эта традиция приглашения дипломатов, она осуществляется каждый год. И этот год, надеюсь, не будет исключением. Поэтому зрители в любом... У нас, безусловно, будут, конечно, будут приглашены наши, так скажем, самые активные жители, наши почетные граждане, представители, опять же, наших трудовых коллективов, вузов, медики, которым мы, конечно, сейчас особенно благодарны за то, что они делают. Защищая нас в этот тяжелейший период. Поэтому зрителей будут, но поскольку сегодня существуют определенные ограничения Роспотребнадзора, как и на всех наших спектаклях, мы заполняем только половину зала. Ну, так называемая шахматная рассадка. В таком же виде уже 8 ноября будет проходить премьера, так скажем, для наших обычных постоянных зрителей. То есть там можно купить билеты, они сейчас продаются. Но еще раз напомню, поскольку у нас продается половина зала, я бы советовал нашим зрителям не затягивать с приобретением билетов. А вообще все спектакли у нас сейчас идут вот с этой шахматной рассадкой. При этом, конечно, соблюдаются все требования по обеспечению безопасности нашей зрителей. Ну, то есть масочный режим, безусловно. Изберяем температуру на входах, санитайзеры имеются. Ну, и вот эта самая шахматная рассадка, она так или иначе позволяет все-таки предохранять наших зрителей от возможности заразиться вот этим вот весьма неприятным вирусом. Сергей Васильевич, кстати, самарские зрители, вот немножко, если еще кратко на тему безопасности, самарские зрители с пониманием относятся вот к тем требованиям Роспотребнадзора, потому что мы имеем возможность наблюдать в сети интернет вот у некоторых граждан, которые ведут себя не совсем адекватно. У нас народ понимающий... У нас не было каких-либо конфликтных ситуаций, связанных с соблюдением вот этого антивирусного режима. Зрители с пониманием, конечно, относятся к этому, понимают, что это не прихоть театра, что это действительно, наверное, сегодня необходимость. И, в принципе, все требования выполняются. Могу сказать, что при этом зрители в театр ходят с удовольствием. Вот сейчас у нас идет еще фестиваль балета, классического балета имени «Мяуяклиный шелест». Но, скажем так, полные залы, учитывая их половинную рассадку на фестивале у нас есть. Ну и, в общем, заключительный концерт, там просто переаншлаг, но, опять же, еще раз говорю, коронавирусный переаншлаг с учетом, так сказать, ограничений по заполняемости зала. Но зрители ведут с удовольствием. Могу сказать, что как только мы в сентябре открылись, большой интерес у нашей публики, у наших зрителей к нам приходят, спрашивают, какие у нас еще планы, какие премьеры. А у нас они еще будут до конца сезона. До конца этого года, уж до конца сезона тем более. Тем более, сезон в этом году для театра необычный, юбилейный. В июне 2021 года мы будем отмечать 90-летие театра. Трогая дата. Поэтому зрителей мы, безусловно, будем радовать и новыми премьерами, и новыми постановками, и новыми артистами. У нас и балет обновлен, и оперная труппа обновилась. Так что много-много интересного мы покажем. Еще раз скажу, мы делаем все для того, чтобы привлекать зрителей. Вот недавно мы запустили новый цикл экскурсий по театру. От подвала и до крыши. То есть можно обойти, посмотреть? Да. Ну, там очень интересно поставлены экскурсии. Там призрак оперы проводит экскурсию по театру. То есть это ночью будет? Нет, это днем. Мы это делаем днем. Но дело в том, что, в общем-то, вечером это уже практически темное время суток. Там у нас несколько экскурсий. Проводим мы их по понедельникам. Потому что понедельник это выходной день для творческой части нашего театра и сцена свободна. Те, кто приходят на экскурсию, имеют возможность посетить и подвал, и видеть, между прочим, историческую кладку оставшуюся еще от собора Христа Спасителя, который стоял на бывшей соборной. И наш театр, собственно, стоит во многом на фундаменте собора. потом есть возможность выйти и попасть за кулисы, выйти на сцену и, наконец, даже подняться на крышу. Правда, не самую высокую часть крыши, но, тем не менее, там сделать фотографии и так далее. Так что театр у нас полностью открыт для зрителя, но, еще раз говорю, с соблюдением определенных требований безопасности. Но, поскольку сегодня они уже стали привычными, привычными, то ничего такого экстраординарного в этом нет, поэтому зрители совершенно спокойно себя чувствуют у нас в театре. Но зато плюсы очевидны, потому что психологическая поддержка вот от такого мероприятия, ну, она, по-моему, просто неоценима. Вообще, когда зрители вернулись к нам в театр в сентябре, это был просто потрясающий праздник, в первую очередь для наших артистов. Вы не представляете, как тяжело для них дались эти месяцы, отсутствие прямого контакта со зрителями. Конечно. Театр продолжал работу в онлайн-режиме, но все равно это совсем не заменяет живого контакта со зрителем. И для зрителей также, конечно. Сергей Васильевич, вот осталось совсем немного времени. Последний вопрос. После того, как премьера балета пройдет в Самаре, где еще увидят ее, я имею в виду, не только на территории Самарской губернии? Планируете, так сказать, ввозить? Нет, наверное, вот как-то четко говорить о планах сейчас, ну, наверное, не лучшее время возможных поездок. Действительно, мы в первую очередь, конечно, планируем показать жителям Самарской области. Балет, собственно, поставлен так, что его можно достаточно легко перевозить на другие площадки. Поэтому я думаю, что в первую очередь жители наших городов в Самарской области его смогут увидеть. Мы такую экскурсионную, ну, не экскурсионную, гастрольную программу нашу, безусловно, предусмотрим. Я надеюсь, что этот балет заметят и за пределами нашей области. Вы знаете, что наш театр давно сотрудничает с Мариинским театром, и не только оркестр Мариинского театра приезжает к нам, но и мы время от времени по приглашению Валерия Бессауча Гергиева возим туда наши спектакли. Ну, вот у нас Леди Магн Центского уезда проходила там. Наш балет «Три маски короля» проходил в прошлом году на сцене Мариинского театра. Я думаю, что вот этот вечер балета Дмитрия Дмитриевича Шостаковича заинтересует маэстро, и мы соответствующее приглашение, надеюсь, получим. Мы планируем возможные обменные гастроли вот в будущем 2021 году. Возможно, что одним из, так сказать, спектаклей, которые мы повезем, будет вот этот вечер балетов Шостаковича. А вообще полагаем, что мы можем этот балет показать и Москве, и Петербургу, и городам Поволжья. Возможно, также и заграничные, так сказать, гастроли. Сейчас такие переговоры ведутся, ну, посмотрим. Если пандемия не внесет каких-то дополнительных корректив, то да, конечно. Спасибо за интересную беседу, и надеюсь, что все у вас получится, и мы увидим, на самом деле, не только этот балет, но и следующие, и спектакль будет жить, и мы туда сможем ходить. Спасибо большое, и пользуясь случаем, приглашаю вас, зрителей, в Академический театр оперы и балет. Напоминаю, в нашей студии был Сергей Филиппов, генеральный директор Самарского академического театра оперы и балета. Ждем вас в театре. До свидания. Удачи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!